В Новгородском районном суде сегодня началось оглашение приговора в отношении фигуранта так называемого дорожного дела, бывшего руководителя Новгород-Автодора Николая Заколдаева. По версии следствия, в 2012-13 годах участники организованной группы во главе с бывшим первым вице-губернатором Арнольдом Шалмуевым, используя служебное положение, добивали заключения контрактов на ремонт дорог с подконтрольными организациями. В итоге государству был нанесен ущерб более чем в 22 миллиона рублей. С тела бывшего руководителя Новгород-Автодора было выделено в отдельное производство. Кроме обвинений, предъявленных другим фигурантам дорожного дела, он также обвиняется в получении взятки. Сложность расследования данного дела заключалась в большом количестве лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей, в большом объеме материалов уголовного дела, составляющем более 200 томов, активной позиции стороны защиты и необходимости детального исследования сведений о телефонных соединениях фигурантов. Сам Закалдаев свою вину не признал. Но, как полагает сторона обвинения, в ходе судебного следствия была представлена достаточная доказательная база. В ходе прений государственное обвинение предложило признать его виновным в объеме предъявленного обвинения и назначить ему наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также дополнительных наказаний в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года. Напомним, что приговор остальным участникам дорожного дела, не проходящим по нему в особом порядке, был вынесен в марте минувшего года. Тогда осужденные получили сроки от 4,5 до 8 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Планируется, что чтение приговора Николаю Заколдаеву завершится в апреле.